Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Привет, 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 привет. Я папа и я рисую разные маленькие рисунки для маленьких людей. Но если вы большой человек, то вы можете подсматривать. Сегодня я рисую льва. Большого льва. Вот такой круг у него. Голова будет такая круглая. Голова. Глаза. Сразу нарисую глаза. Глаза. Ему такие вот, как рыбки. Раз-раз глаза. Зрачки. Нос. Улыбочку моему льву. И теперь самое важное, когда рисуешь льва, что надо нарисовать? Нужно нарисовать такие ему волосы. Грива она называется. Я рисую их вот так. Грива. По кругу я рисую такую... Вот такую штуку. Она такая вся ребристая и зигзагами идет. Это грива. Теперь я нарисую тело льву. Вот такое тело. Совсем небольшое. Грива. Вон какая большая. А, это небольшая. Теперь лапки. Еще лапка. Еще лапка. И вот здесь лапка. Ага. А теперь хвостик. Нарисую хвостик. И на хвостике такая кисточка. Ага. Нарисовали. А здесь нарисую песочек. Песочек. Лев получился замечательный. Теперь я его раскрашу. Тело у него будет оранжевым. Оранжевое тело. Беру оранжевый карандаш. И раскрашиваю. Оранжевый. Оранжевый. Лапки тоже оранжевые у него. Оранжевые. Вот. Лицо мордаха у него тоже будет оранжевое. Оранжевое. Оранжевый. Оранжевый. Лев. Очень красиво. И хвостик оранжевый. Покрасили. Раскрасили. Закончили. Теперь раскрасим гриву. И она у меня будет желтая-желтая. Я беру желтый цвет и вот так крашу. Видите, я ее крашу таким способом. Как будто у него она топорщица. Немножко вылезает за края. Такая желтая грива. Желтая. Желтая. И хвостик тоже немножко желтая кисточка. Теперь здесь песочек. Песочек. И еще возьму оранжевый. Наверное, не оранжевый возьму. Возьму коричневатый цвет. Коричневатый цвет. И вот здесь добавлю щетинок на нем. Щетинок. И здесь щетинок. Вот так. Вот так щетинки на нем появились. Ох, какой лев. Ох, строгий лев. Здесь нарисуем усики. Теперь нужно раскрасить глаза. Я сначала они желтые. А потом я возьму зеленый. Немножко зеленого добавлю. Получится желтый, зеленый и глаза. Какой красивый лев. Немножко небо. Рядышком с ним. Небо. Лев красивый. Царь зверей у меня получился. Желтый и оранжевый. С зелеными глазами на песочке стоит. Ребята, рисуйте. Это очень просто. И до новых встреч. Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Арт папа для вашего малыша. Привет. Я Ваня. Приглашаю вас в мою школу рисования для детей. Рыбакит папа рисует. Десять лет я рисую с детьми. Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе. Рыбакит папа рисует. Это конечно же курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки аквареля. Они простые, но понятные. И ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью. Чтобы был первый опыт. Также смешанные техники. Когда мы рисуем карандашами, мелками. Раскрашиваем акварелью. Есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год. Когда вы можете подписаться. И в течение года посещать все курсы. Которые вышли или будут выходить. В школе Рыбакит папа рисует. Также есть индивидуальные занятия. Когда в течение часа мы встречаемся с ребенком. По удобным вам соцсети. Например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем. Общаемся. Знакомимся. Делимся своим опытом и позитивом. Такие встречи могут быть постоянны. По желанию родителей. Еще одно предложение. В школе рисования Рыбакит папа рисует. Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию. В его комнате. Собираемся. Встречаемся по сети. Конечно же. Записываем наши ролики. И делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале Рыбакит. Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил. И это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю. Что цель школы Рыбакит папа рисует. Это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня.